Слышала только грохот и машины, на машину упал и все, больше ничего не слышала. А вы на улицу? У меня туда выходит. А на улицу не выходили в момент зале? Нет, это было два с половиной часа ночи. Выбитые окна, разрушенные балконы и это не прилеты ракет, а последствия человеческой безалаберности. Ночной хлопок в одном из домов по улице Интернациональная. По словам очевидцев, переполошил все близлежащие многоэтажки. Жители верхних этажей на улицу как ветром сдуло. Три часа ночи был слышен сильный хлопок, после чего плакал очень громко ребенок. Я жил напротив, вышел на балкон, понимал, что голос нахранен. Он доносился отсюда и как бы народ сюда с копом побежал. Ну, на этом все. Ребенок продолжительно долго плакал. Я думал, что хлопок – это авария, потому что работала сигнализация. Сейчас пострадавшие в областной клинической больнице. По словам врачей, их состояние стабильное. Двое детей 4 и 5 лет поступили с ожогами практически всего тела. Ночью поступили двое детей в возрасте 4 и 5 лет, мальчики, с повреждениями, с ожогами различной степени тяжести, состояние их средней степени тяжести. Но они активные, подвижные. Сейчас сложно давать прогнозы, потому что пока мы сделали только первую перевязку, то есть осмотрели, да, посмотрим, как будет в течение 7 дней, как будет у нас кожные покровы восстанавливаться, как будет происходить репарация. Поэтому мы пока прогнозов не будем говорить. Но в любом случае это до месяца пребывания. Также, по словам главного врача УДКБ Инны Лебедевой, психологическое состояние детей в норме и консультация психолога им не нужна. Учитывая возраст ребят, врачи очень рассчитывают на скорейшую регенерацию. Тем временем областная прокуратура уже организовала проверку. О предварительной информации причиной пожара стало, цитирую, воспламенение спиртосодержащей жидкости в процессе ее производства. То есть взрослые ночью варили самогон. Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства при исполнении родителями обязанностей по воспитанию содержания несовершеннолетних, а также по созданию надлежащих условий их жизни. Кроме того, прокуратура даст оценку правомерности использования оборудования, предназначенного для производства спиртосодержащей продукции. Пожар тушили 15 бойцов Государственной противопожарной службы. Ликвидация очага заняла больше двух часов. Возможно, скорость была бы и выше, если бы не припаркованное во дворе авто. Теперь, после выздоровления к ночным самогонщикам у силовиков, будет много вопросов. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город».